Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Бытия». И сегодня мы будем читать 42-ю главу этой книги. Она начинается словами «И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал Иаков сыновьям своим, что вы смотрите». Узнал по-еврейски «ва и аре», то есть буквально «увидел». Но немножко непонятно, как он мог увидеть, что в Египте есть хлеб. Ну, мог там услышать об этом, а как это понять? «Ва и аре» увидел. Это значит, что пророческое зрение у Иакова обострилось. В критические моменты существования народа Божия Бог посылает людям все более и более ясные откровения. Так что всем становится очевидно, что надо делать. «И узнал Иаков, то есть увидел Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал Иаков сыновьям своим, что вы смотрите». Имеется в виду, что надо что-то делать. Надо что-то делать. «И сказал, вот я слышал, что есть хлеб в Египте, хлеб в Египте, а пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. купите нам оттуда хлеба, хлеба шевру, имеется в виду, приобретите для нас зерно, шевер. «Десять братьев Иосифовы пошли купить хлеба в Египте». Но мы и так знаем, что они братья Иосифовы. Почему-то это напоминание. Они же идут тем самым путем, куда везли из святой земли их брата Иосифа, продав его в рабство. То есть они не могут не думать об Иосифе. Они понимают, что это та самая дорога, по которой плененного, похищенного, плененного, преданного, проданного их брата везли в Египет. Поэтому здесь говорится, что десять братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте. То есть они шли, ехали и думали о нем. А Вениамина, брата Иосифова, имеется в виду, что брата и по отцу, и по матери, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал, не случилось бы с ним беды. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Надо сказать, что существует такое древнее предание, что они, когда пришли в Египет, они сделали все, чтобы найти Иосифа. Они ходили на рынки, где продавали рабов. Они посещали разные злачные места, куда мог быть продан, перепродан Иосиф, но нигде они его не нашли. И как бы в их понимании, он умер, его же нету. Как и еврейский народ, когда Христос умирает на Голгофе, они решили, все, он умер, его нету. Иосиф же был начальником, то есть он царствовал в земле той. И так получилось, что святая земля не приняла Христа, все окрестные народы, символом которых является Египет, они приняли Христа. Как царя царей, италийские народы, галии, скифы, варвары. Иосиф же был начальником в земле той, он и продавал хлеб всему народу земли. Иосиф, братья Иосифа, пришли и поклонились ему лицом до земли. Они не могли его узнать, прошло много лет. И если, например, мы знаем человека, когда ему там 30 лет, 35, здесь внешность такая будет сохраняться и до 50 лет. А если мы знали человека, когда ему 17 лет, он еще не сформировался в мужчину, то, увидев его там через какое-то количество лет, мы его просто не узнаем. Не узнаем. А он-то их помнил, уже они были взрослыми людьми. И увидел Иосиф, братьев своих, и узнал их. Но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово, и сказал им, откуда вы пришли. Они сказали, из земли ханаанской купить пищу. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. «И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им, вы, соглядатай, вы пришли высмотреть наготу земли сей». То есть он вспомнил, как они издевались по поводу его снов. И говорили, неужели мы будем кланяться тебе. Они сказали ему, нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищу. То есть мы не соглядатай, не шпионы, не разведчики. Мы просто голодные люди. Мы все дети одного человека. Мы люди честные. Рабы твои не бывали соглядатаями. Он сказал им, нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей, что значит наготу, слабые места. Ну там, где нет крепостей. Они сказали, нас, рабов твоих, двенадцать братьев. Мы сыновья одного человека в земле ханаанской. Вот почему они подчеркивают, что они из земли ханаанской. Они как бы говорят, у нас из земли своей нет. Мы евреи, вот из земли ханаанской. У нас нет еды. И вот меньше теперь с отцом нашим одного не стало. Одного не стало. То есть в их понимании он умер. Как и евреи до сих пор думают, что Иисус из Назарета, и что Аген Ации умер, и все. Но он жив. И сказал им Иосиф, и сказал им Иосиф, это самое я и говорил вам, сказав, вы, соглядотаи, вот как вы будете испытаны. Он тут не клянется Господом Богом, а жизнью языческого правителя. То есть он осторожно действует. «Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны, и откроется, правда ли у вас. И если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы, соглядотаи, то есть вас тогда придется казнить. Хотя он понимает, что он этого не сделает. Поэтому он отдает такую абстрактную клятву. «И отдал их под стражу на три дня». Когда Христос был в огробии три дня, тоже было время неопределенности. «И сказал им Иосиф в третий день, вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога». Он произносит эти слова, что он боится Бога, то есть он человек богобоязненный, и он не может делать что-то преступное, своевольное. «Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите, отвезите хлеб ради голода семейств ваших, брата же вашего меньшего, приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши, и чтобы не умереть вам». Так они и сделали. То есть они приняли решение одного из братьев оставить, поехать в свою землю и привезти Вениамина. И говорили они друг другу, вот почему Иосиф так действует. Кто-то может сказать, что он действует жестоко. Нет. Он дает им возможность, предоставляет им возможность осознать, что они сделали, когда имели намерение продать Иосифа в рабство. И сейчас они должны решить, кто из них один останется здесь неким залогом. И каждый, конечно, проецировал на себя, и каждый не мог в этот момент вспоминать Иосифа. И они вспомнили Иосифа в этот момент. 21 стих. «И говорили они друг другу, точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие. Рувим отвечал им и сказал, не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается». Кровь его взыскивается. То есть Рувим тоже думает, что он уже погиб в Египте. «И того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик». Это Иосиф, он все понимает. А они между собой говорят на еврейском, а здесь самим Иосифом они могли говорить через переводчиков или на армейском языке. И отошел от них, то есть Иосиф слышал, что они говорят. И он выходит из этого помещения. Почему? Он сострадание проявляет к ним, он не может слишком долго оставаться строгим. Надо сказать, что по истолкованию святых отцов взаимоотношения между Иосифом и братьями – это взаимоотношения между Христом, Господом нашим, Иисусом и еврейским народом. Они замыслили за сребреники продать его. Он оказался в стране далече. И они были уверены, что он уже мертв, но он жив. И вот тот факт, что он отошел от них и заплакал, это начало 24 стиха, свидетельствует о том, что Господь не перестал любить мятежный еврейский народ. И мы знаем, что он на кресте молился, «Боже, прости им, они сами не знают, что они делают». И отошел от них, и заплакал, и возвратился к ним, и говорил с ними, и взял из них Симеона, связал его перед глазами их. Что значит «перед глазами их»? Просто было бы написано «связал». Почему сказано «перед глазами их»? А вот когда они уйдут, он его развязал. Он его развязал. То есть это была демонстрация перед их глазами. «И приказал Иосиф наполнить мешки хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними». Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге. И увидел серебро свое в отверстие мешка его. И сказал своим братьям, «Серебро мое возвращено, вот оно в мешке у меня». Конечно, это для них было что-то необъяснимое. И смутилось из сердца их, и они с трепетом друг другу говорили, что это Бог сделал с нами. Ведь они переживают за Симеона, Шимона, который там остался, у этого египтянина, как они думают про Иосифа. «И пришли к Иакову, отцу своему, в землю Хананскую, и рассказали ему все случившееся с ними, говоря, начальствующий над той землею, говорил с нами сурово, и принял нас за саглядатаев, земли той, то есть за шпионов, разведчиков. И сказали мы ему, «Мы люди честные, мы не бывали саглядатаями». А это о чем? Шпион не может быть честным человеком. Саглядатай, или как мы в семинарии называли стукачей, на уходоносор. На уходоносор, то есть администрации в уши доносят. «И сказали мы ему, «Мы люди честные, мы не бывали саглядатаями. Нас двенадцать братьев, сыновей у отца нашего. Одного не стало, а меньше теперь с отцом нашим в земле Хананской». И сказал нам начальствующий над той землею, «Вот как узнаю я, честные ли вы люди, оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейства ваших и пойдите. И приведите ко мне меньшего брата вашего, и узнаю я, что вы не саглядатай, но люди честные. Отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле». Когда же они опорожняли мешки свои, вот у каждого узел серебра его в мешке его. То есть сначала один нашел, а тут у каждого оказался. И увидели они узлы серебра своего, то есть в мешочках завязанное серебро. Они и отец их испугались. Они испугались за Симеона, конечно. И сказал имяков, отец их, «Вы лишили меня детей, и Иосифа нет, и Симеона нет, то есть теперь и Шимона нет, Симеона, и Вениамина взять хотите? Все это на меня». Иаков не может понять, почему. А почему ему такое наказание? А вот нельзя из всех детей выделять одного. Помните, друзья? Он выделял Иосифа, одевал его в разноцветные одежды. Вот нельзя было этого делать. Задача отца – одинаково ровно относиться ко всем своим детям, несмотря на какие-то вот чисто эмоциональные симпатии, которые он может иметь. «Все это на меня». То есть не бывает наказания без вины. «И сказал Рувим, Рувим первенец, отцу своему, говоря, «Убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе, отдай его на мои руки, я возвращу его тебе». Ну, что это за предложение? Что он предлагает своему отцу? Еще и внуков, чтобы он прирезал? Иаков отвечает, «Не пойдет, сын мой, с вами». То есть Вениамина не отпущу. Потому что брат его умер, и он один остался. В каком смысле один? Один, который от Рахили, красавица Рахили, в который был влюблен Иаков, а другой от Рахили, Иосиф как бы умер. «Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб». То есть это для него никакое не предложение, там еще и внуков зарезать. Зачем ему это надо? Он принимает решение. Да, потеряли Симона, но есть опасность, если они будут возвращаться назад. О том, что происходило далее, мы поговорим в следующий раз. Если будем живы, Господь позволит. Не забывайте подписываться на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах на нашем библейском сайте. Спасибо, Господь!